Немножко сложно начинать этот выпуск, потому что просто тяжело, и психологически в первую очередь. Я решил, что канал нужно продолжать, нужно им заниматься, развивать, так как жизнь не останавливается, все продолжается, все течет. Я думаю, что рано или поздно все это закончится. Конечно, последствия, конечно, будут, наверное, очень тяжелые, ну, не наверное, точно. И вообще ощущение какого-то сюрреализма и ощущение того, что ты находишься во сне, оно пока не покидает. Сегодня я хотел поговорить с вами на тему FPV, я позаписывал немного материала, часть я записывал до 24 февраля, часть записывал уже после, и поэтому настроения там могут немного меняться, но суть не в этом. Суть в том, что хочется с вами поделиться. Я отремонтировал дрон, я перешел на цифру, летать стало гораздо интереснее, но я думаю, эмоциями своими поделюсь. В общем, это будет очередной такой выпуск в формате влога, в формате каких-то ситуативных съемок, и вряд ли там будет какая-то прям серьезная линейная история. Все это будет, ну, так, как получилось. В общем, налайте, обязательно посмотрите, оставьте комментарий и поставьте лайк под этим видео. Пришло уведомление с Алиэкспресс о том, что приехала патч-антенна для моего шлема. В общем, попробую получить, хотя сегодня дурацкий праздник, 23 февраля. Вообще, абсолютно никчемный праздник. Скорее всего, может быть, закрыт пункт выдачи. Сейчас дойду, посмотрю. А мы выбрались на природу, хотели погулять, полетать на дроне. И у нас тут погодные обстоятельства вот такие нарисовались. Валит снег, причем очень-очень красивый. Снегопад прекратился, даже немножко солнышко вылезает. Я вот установил эту патч-антенну, вот так вот это все выглядит. Объектив все еще мокрый, поэтому не обращайте внимания на картинку. Давайте я немножко прикрою. Так вот. Все, сейчас попробую взлететь. Посмотрим, как этот патч будет работать. Вот здесь, как я и говорил, не хватает заглушки терминатора. Надеюсь, будет работать. Андрей сказал, что будет. Так что погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удалось немножко полетать. К сожалению, погода опять испортилась. Все, ничего не видно. Небо заволокло. Идет какой-то мелкий снег. Мы тоже. Мы тоже уже замерзли. Мы тоже уже замерзли. Поедем отдыхать. Набираться сил. И завтра, я надеюсь, выбраться, полетать, может быть, с Андреем. Потому что, вроде как, обещают солнечно. На самом деле, мне кажется, надо было вон, возле Леруа запарковаться. Возле Леруа запарковаться и пешком дойти. Ой, да. Ребят, дорога сюда вообще классная. Это все, к сожалению, от того, что у меня не джип, а так. Пародия. Охота за дроном идет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сложно сказать, что это безопасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки полет будет на аналоге. Вот так вот. А чечи я не взял. Ну и пес с ним. Может быть, мавик поднять? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтоб ты его сбил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он просто проедет, да, и все? Кто-то бомбанет на кофтере туда. Ну, вот я в прошлый раз за ним летел, где-то километра полтора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень интересно, так раз в неделю одну попытку. Ну, слушай, сегодня достаточно прохладно. Я думаю, там много пара будет. Андрей взлетает. Опасный момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, до чего красиво. Почему я не взял с собой нормальный объектив? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А! Опа! Ой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, где сигнал? Рож, 42 секунды. Диконсалзе выключился, получается. Так это ты еще только-только взлетел, и она вырегивает. Ты еще не взлетел, должно я. Твою мать! Короче, GoPro, блин. Гаванище. У меня слов нет. А вчера при минус пяти на солнышке она у меня выключилась на 60-50% заряда. В общем, похоже, эту идею надо оставлять до лета. С поездом? Надо GoPro забить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Плюс сегодня я хочу заказать DJI очки и Vistu. Пускай будет. Ситуация следующая. Переводы невозможно осуществить. Почему-то система безопасных платежей не работает. Вот. Не могу человеку деньги перевести. И как бы человек больше хочет, наверное, получить наличку. Поэтому придется мне сейчас сгонять до Москвы и забрать очки. Вот такая вот история. Поэтому ситуация на самом деле крайне печальная, крайне грустная. И почему я покупаю их именно сейчас? Потому что я знаю, что дальше они будут стоить очень дорого. Три часа, восемь минут. Проезжаю Пушкино. Скоро будет Москва. Настроения как бы нет никакого. Даже музыку не включаю. Еду просто так, о чем-то своем думаю. Да, друзья. Вот так вот нам теперь нужно как-то дальше двигаться. Что-то делать. Выражать свое мнение, конечно, сложно. И иногда опасно. Поэтому выводы делайте сами. Я лишь скажу, что действительно какого-то настроения, позитива вообще в чем-то сейчас найти очень сложно. Какое-то ощущение даже собственной никчемности возникает. Добрался до места. Такие безумные пробки, как обычно. Все. Пошел к человеку. Надеюсь, все будет хорошо. Ну что, все забрал. Вот оно. Это дело. Все лежит. Надо ехать домой. Немного устал. Выбрались потестировать очки. Вот эти вот. Купленные на последние практически деньги. Мы их подключили вторыми. Картинка. Ну, так, конечно, в разы лучше, чем аналог. Но когда ты летаешь вторым, там, по ходу, по стачному принципу, да, идет этот сигнал. Блин, почему вот мы их не могли активировать? Почему у меня нет... На Маке, почему такая хрень? Короче, что... Я открыл форум, посмотрел, включить Огенз. Там чувак, первый же чувак, который описывает ситуацию, говорит, что при этом, при всем, мы еще не смогли их на Маке активировать. В общем, на Маке я не смог активировать очки. Ну, вернее, я уже был близок к тому, чтобы их активировать, но мы активировали через виндук. Ой, все это сложно. А мне еще с юнитом биться, с этим. Свистый. Конечно. Очки мне тоже так же. Подключить, нажать одну кнопку. Да, это на винде. А ты с собой не... А, вот тебя... Без питания. Вот так это и происходит. Летаешь, поднимаешь, снова поднимаешь. Установил Висту, свой дрончик. Вот он. Лежит, ждет, хочу сейчас его испытать. Надеюсь, все получится. Вроде бы дома все работает. Надо проверить, как это в деле. Так что, обязательно поделюсь. Не смог я сразу записать свои ощущения. Пришлось быстренько уехать, потому что опять на площадку приехали. Тренироваться. Там, боевая техника или военные. Я не знаю, грузовички. В общем, ребята занимаются. След от маски просто дикий. Здесь и здесь. Прям такие выемки. Наверное, сильно затягиваю. Заказал я другую накладку на эту маску, чтобы у меня там, скажем так, засветов было меньше, потому что она не прилегает нормально. В остальном ощущения просто космические. Это другой опыт. Это просто... Я не знаю, как объяснить. Настолько спокойно себя чувствуешь. Да, я летал недалеко. Но ты летишь. У тебя стабильная картинка. У тебя все хорошо. Это прям очень круто. Очень плавно. И получается летать вот именно плавно. Это самое главное. Это дорогого стоит и, возможно, мне стоила тавтология. Возможно, было правильнее сразу же покупать цифровую систему и летать на ней. Не знаю. Но если бы я не полетал на аналоге, я бы не почувствовал разницы. Поэтому здесь она просто космическая. Это круто. Расскажу вам, где мы находимся. Мы находимся в Черногории. Да? Это наш автомобильчик, который мы арендовали. Но планируем покупать свой собственный. Живем мы вот здесь вот. В таком вот отельчике. Вполне себе отличный номер. Может быть, даже вам его покажу. А сейчас поеду, полетаю. Соскучился. Очень хочу полетать на дроне 5-дюймовом своем. Ой, так что ждите. Ждите видосов.